Стать заметней на дороге помогают фликеры, знают об этом практически все. А как сделать так, чтобы одежда с использованием световозвращающих элементов была не только яркой, но и практичная задача посильная не каждому. Третий раз в Иванове состоялся творческий конкурс «Стань заметней на дороге», цель которого сделать светоотражающие элементы популярными. Организаторы конкурса отмечают, что год от года творческие работы становятся наиболее приближенными к жизни. Если мы вспомним наши первые конкурсы, то действительно костюмы были достаточно театральными. Это те костюмы, которые можно было одеть на Новый год, но никак не на улице. Но сейчас у нас именно верхняя одежда, именно сдержанная тона и грамотное использование светоотражающих элементов. Театр моды Доротея предложил вниманию жюри коллекцию демисезонной одежды «Осенний вечер». Модели выполнены из ткани синих, красных цветов и, конечно же, украшены вставками из светоотражающих материалов. Мы выбрали теплую тонкую шерсть, синий цвет характерный для осени, глубокий синий и красный. Ее идея передать оттенки осени и конкретно создать одежду демисезонной, потому что сезон очень затяжной и продолжительный. И также, чтобы детям было в ней комфортно, ярко, интересно, чтобы они действительно были защищены в этом костюме. Участники конкурса от студии дизайна флористика пошли по другому пути. Акцент они сделали на аксессуарах, заколках, ободках, ожерельях. Почти все эти украшения можно носить каждый день. «Можно выйти с ними, с ними красиво и хотя бы не стыдно. Например, бусы. Вот с ними нельзя. Например, с ними можно ходить на праздники. С ободочками, с околочками можно. С загогулинками тоже, если кто-то так ходит. Оно подходит к школьной форме». Конкурсанты не переставали удивлять своими нарядами. Больше всего жюри понравился светоотражающий костюм зебры. Какой бы ни была одежда, важно, чтобы ребенка действительно было заметно на дороге. Мама Ефима Леонова говорит, что ее дети фликеры носят постоянно. Они только надевают для дефиле педжюри. «У нас у старшего смайлик на рюкзаке, у Ефима светоотражающие ленты на куртке. Вечером на дороге здесь совершенно незаметно, а со светоотражающими лентами или хотя бы какими-то гаджетами новыми, то что это очень поможет участникам дорожного движения». По числу участников конкурс «Стань заметней на дороге» бьет рекорды. В прошлом году их было 100, теперь свыше 150. На этот раз в дефиле активно участвуют целые семьи. Организаторам даже пришлось учредить для них отдельную номинацию.